Делать рестарты! Заводится у нас игра Вернее сказать, вторая половина игры Овертайме, Moscow 5 за контров Na'Vi за терроров И нас ожидает, судя по всему, еще 3 раунда за каждую сторону Вряд ли 5 5 нас использует обычный ESL Into Extreme Masters, но я думаю, что здесь мы увидим 3 раунда И, соответственно, старт мани 10 тысяч Ну и смотрим, что придумают на Аддус Винтере Трое по втором игре Зеус Стариксен в центр И Moscow 5 тоже все стандартно Фокс ромушки, как обычно, на Б-планте И трое у нас на А Причем держат снова два саточки Зелень полностью отпущена Наконец-то у нас выход на А-плант Смотрим за ребятами из Moscow 5, они будут принимать 20-ку Сейчас к ним будет жесткий заход с люльки, с 20-ти, с ковров Вот Сеня уже убивает Хеха, Доси его разменивает И заход на 20-ку уже совершен Уже есть Раис на планте Отличный минус от Доси, предсмертный буквально И где же был Эдик, непонятно как Эдик не убил здесь того самого Троиста, который зашел Которого пришлось убивать Досяну И в итоге сад с 3 в 3 Эдик удают флешку, Эдик заходит под флешку Убивает одного, убивает бомбу Делает минус 2 и 1 старик Спротив двух контров Смотрим за Сергеем Есть по нему инфа, ну и теперь контрам Главное просто нормально взаимодействовать Сыграть умно И как-то не зафелить все Минус от Эдика, третий минус в этом раунде И раунд за Moscow 5 Счет 16-15, ну или 1-0 Непосредственно в овертаймах Хех смотрит центр СВП Смотрит очень пассивно Теперь уже более агрессивно И судя по всему, есть не факт, что это масс Б Тем более, что так и есть Видимо, мы целую арау от Старистов на банане И не зря Moscow 5 сейчас держит Б-плант Именно с планта Очень пассивно будет давать флешку ромушки Минет, они в своей позиции Сдаются флешки антирашивые И заход на Б-плант от Натус Винтери Давайте посмотрим с Романом В первом тайме он у нас очень нехиловал Встречал Б-плант, 1 минус он делает А тут же есть уже и Фокс Минус 2 от Фокса Его тоже убивает, но в итоге хорошо встретили Б-плант Убили целых 3 терроров И ситуация 3 в 2 Не самый лучший, но воевать можно Маркелов убивает Эдика Ситуация уже 2 в 2 Ситуация стала намного хуже Досе будет давать дым Хек дает флеш И Досе заходит под флешку Ох, убивает Хека и Досе Минус 1, минус 2 Не хватило, чуть-чуть совсем не хватило Мог бы он сбрить бы Второго просто рандомно Потому что они стояли друг за другом Но не хватило Немножечко не хватило удачи Если бы хватило, был бы просто невероятный килл И отличный второй раунд В итоге счет 1-1 по овертаймам И последний раунд в первой стороне На наших экранах Смотрим Эдик смотрит центр с АВП Промахивается своим первым выстрелом Хек судя по всему Нет, это Фокс на Б-планте с АВП Хек у нас видимо без АВП Вряд ли ребята играют без АВП Хотя от них можно такого ждать Нет, да, Хекс МК А вот Ромушки у нас с Диглом Неужели Роману не хватило денег? Да, судя по всему Рома Дигл Видимо все деньги были потрачены на 2 ВП И в итоге Нави у нас будет выходить на АПЛАН По крайней мере готовятся они выйти именно сюда Эдвардс бомба по коврам Зеус старик с центр И Маркелов будет выходить с люльки Кантри у нас снова собрались под двацаточкой Они бежат именно там вдвоем или втроем Друг по другам В прошлый раз этот прием неплохо сработал Хотя в первой половине допустим Один раз точно этот прием сработал плохо И просто там вышел Маркелов, дал минус Хека И ровно кто-то я остался за НАТУ с Винцери Так что в общем-то эта тактика Она работает для Москва С переменным успехом Заходит Госсе в аркаду Причем ловит Отличный тайминг Убивает Маркелова с флешки в руке И тут без шансов Без шансов для НАТУ с Винцери Вообще без шансов Тут Ромушки по-моему даже делал минус 2 Свою Дигла Ну как же так ребята из Украины не могут Сделать минусов в этом раунде Для меня непонятно честно Да, в сухую В сухую берется этот раунд 17-16 И смена сторон Да, по 3 раунда за сторону 2-1 И НАВИ нужно срочно справляться Если они хотят выиграть эту игру В этом овертайме То им нужно брать 3 раунда подряд Старикс выполняет функцию Эдика Кто же смотрит центр с АВПМ Стандартное действие снайпера на Эфирна Особенно с выжимым респом И мозг у Файфа у нас судя по всему Пали на холст Да, дефолтное действие Все стандартно Фокс Хек у нас в ручейке С бомбой Ромушки в яме И возможно будет перетяжка под Б Тут у нас есть Зелот Тут у нас есть Сеня Старикс Зелень И Эдвард Маркелов у нас на Апланте Даются дымы на Б-плант Постреляли немного террористы И отошли на центр Но контров таким не обманешь Быстрых перетяжек нету У надо в свинцере Очень хладнокровные головы И просто так При малейшей опасности Они делают перетяжки туда-сюда Не будут Видимо что М5 Идут на А Будет массирована атака именно на эту точку И давайте посмотрим за кем-нибудь Кто будет принимать Аплант это Эдвард Допустим на двадцатке Он сейчас в любой момент может Ох, ловит Ну как же не смотрит 20 Не понимаю Совершенно никто 20 не смотрел Видимо я ждал Отличный минус от Эдварда Уже минус 2 в этом раунде Выбита бомба Минус 3 от Эдварда Здесь дело Сделают минус 1 до 11 в 4 Да, Михаил Стрелиров конечно В этой ситуации В этой плачевной ситуации для себя Ну Ничего не смог сделать Раунд за Анатус Винтери 17-17 2-2 По овертаймам Аркад от Нави По центру Очень жестко И террористы не чекают аркаду В итоге сейчас Сеня Просто должен убивать террористов Ну Сеня, Сеня Тут перед тобой же прямо люди Давай выбивай просто Минус 1 Минус Ну так же Маркелов помогает Да Я уже думал Сеня Совсем решил не убивать Здесь никого Решил стать таким Не знаю Гуманистом Пожалеть всех Но нет Сеня видимо был под флешкой В итоге не видел террористов Либо там дым жесткий лежит А у нас он просто не виден В любом случае Сеня прозрел И смог Сделать нужные минуса Хек под бананом Эдик Дося Под аплантом Эдик если быть точнее В коврах Дося Под Под люлькой Маркелов на Б И Сеня у нас в коврах Сейчас будет поджимать Давайте посмотрим за Арсением Треноженко У него есть отличный шанс Сделать минус И он им воспользовался Выбивает бомбу Маркелов сейчас должен поджимать Либо оттягиваться Да Оттягивается он Через респ Минус еще От Сеня Минус от он Хека И в итоге Дося снова остается Последним Снова выпадает Нелегкая участь Один в два И давайте Не спугнем Не спугнем удачи Будем просто Смотреть за Досей И нет Сеня Минус три в этом раунде Может быть даже больше Два Три-два Три-два в пользу Нави Минус три Минус четыре Сделал Сеня в этом раунде Первый минус был за Маркелов Сеня просто Оттащил раунд Молодец И в итоге Если Нави берет сейчас Этот раунд То игра остается за ними Если же М5 берет раунд То нас ожидает Еще одна порция овертаймов Момент истины В прошлый раз Нави смогли Взять последний раунд И вывести Игру на овертайм И смогут ли То же самое сделать М5 Мы сейчас увидим Хек Ромушки По банану Досе Фокс Эдик У нас под Аплантом С бомбой Хек идет первый Пытается кого-то убить Под Б-плантом Расстреливать Сеня там Немножко коцан Ох Пытался с префайером Сейчас Хек убить За пятерочки врага У него это почти получилось Немножко Немножко ему не хватило Ну и смотрим Что происходит У нас Быстрый выход на Аплант Пока у нас Хек накаляет Своих врагов Размены Размены Не в пользу Москов Ф Неужели это конец Смотрим 4 в 3 ситуация Контри в большинстве Хек далеко Где-то на банане И Досе ставит бомбу Хек уже отягивается Под ковры Убивает Ромушки Как же так 2 в 4 Очень сложная ситуация Досе и Хек Убивает Досю И Александр Забков У него Есть шанс Вытащить эту игру Но у него У него в руках Глок И Это ГГ Да Печаль Печаль для всех Болельщиков Российской команды Эта игра По крайней мере Это первая карта Остается за НАТУ с Винцери Счет 19-17 Ну а мы Ждем С вами Что куда Уходят игроки Видимо на друг